Суд, бюджет и депутатский иммунитет. В парламенте сегодня спорили о законах, боялись лишиться неприкосновенности и требовали сдать мандаты. Что стало итогом такой противоречивой повестки дня? Узнаем от Екатерины Лысенко. С утра в парламенте только разговора, что о поступивших в Раду пяти генпрокурорских представлений на лишение неприкосновенности нардепов. Из коллективного списка сегодня под куполом нет только Дейдея, нардепа, которого подозревают в незаконном обогащении. Другие же избранники из Перечня в зале и, похоже, уже стали защищаться. Полным складом фракция радикальной партии Ляшка подписалась уже давно за отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Цей Порошенковский троянский кинь. Но, как бы там ни было в ближайшее время, нардепам нужно объясняться по сути. Сначала на профильном комитете, а потом уже и в зале. Теоретично это возможно, чтобы на этой сессии, до закончения этой сессии, до последней декады липня, эти вопросы были подготовлены к расследованию. Если будут они расследовать, это уже политическое вопрос. Благо, что на разговоры о неприкосновенности нардепы не потратили весь день. Сегодня у них традиционная мобилизация и полная повестка дня. И первый вопрос о Конституционном суде. Конституционный суд в нашей стране вообще сегодня не работает. Наша фракция, больше 20 подданий в Конституционный суд, касательно вопроса, которые касаются порушения Конституции, с нашей точки зрения, они не рассматриваются, блокируются. И мы видим, что практически деятельность этого Конституционного суда сегодня заблокована. Поэтому мы поддерживаем реформование Конституционного суда для того, чтобы он просто начал работать, чтобы туда можно было приходить и отставить свою позицию. Законопроект с историей. Его парламент уже отклонял, но комитет исправил недоработки и представил обновленный документ. Теперь в ответ на жалобу конкретного лица суд должен будет дать заключение о конституционности законов. Раньше оно представлялось по жалобе от 45 нардепов или по обращению главы государства и Кабмина. Президент будет назначать кандидатов в суде, которых выберет созданная им конкурсная комиссия. Удосконалено конкурсные засады выбора кандидатов на посаду в суде Конституционного суда. Другой народный депутат может откликать свой подписчик под конституционным поданием до того момента, когда соответствия подания зарегистрированы в секретаре Конституционного суда. Выключили норму про сплату сбора за подание конституционной скарги. То есть, еще раз, судовый сбор за сплату подания конституционной скарги не будет стягиваться. Выясняется, что в этом законопроекте есть очень интересная норма. Выясняется, что за отдельных условий Конституционный суд может обратиться к перегляду ранее принятых решений. Люди, до чего мы идем с таким всем? Но самая скандальная оказалась справка, которая к суду-то и отношения не имеет, а назначение омбудсмена не тайным, а открытым голосованием. Эту поправку даже комитет не одобрил. Вы не хотите тайного голосования, потому что нет доверия один к одному. Потому что вы хотите видеть, что не подведет вас блок Петра Порошенко во время голосования за кандидатуру Уповноваженного справа человека Народного фронта. Вот в чем вопрос. Народный фронт является автором данной поправки. И если будучи представителем Народного фронта в Офисе Уповноваженного справа человека, то фактически мы ведем целый направление. Мы не можем позволить узурпировать целый вертикаль. Мы понимаем, что Офис Уповноваженного действует контроль, монетаринг и контроль за работой панитациарной системы. Панитациарная система – это Министерство юстиции. Мы не можем допустить, чтобы две люди с одной политической силы, ну фактически, одна действовала контроль за работой, а другая контролировала органы, которые действуют контроль. Правда, поправка относительно того, как голосовать, тайно или открыто, не окончательная, хоть и проголосованная в первом чтении. Ну а дальше в повестку дня внесли коррективы. В парламенте неожиданно появился премьер со своими бюджетными изменениями. Попросил увеличить бюджет на 26 миллиардов. Это очень важный документ, который предпочитает ритмическое финансирование субсидий для украинских граждан, заработной платы в оборонном секторе, финансирование заработных плат для лекарей, финансирование программы безкоштовной лекции, много других важных проектов. Поскольку бюджетный документ появился только вчера вечером, нардепы не успели толком изучить цифры. По этому законопроект одобрили только в первом чтении. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.